Здравствуйте, товарищи! Мы с вами рассмотрели различные формы движения и обнаружили, что общество находится в постоянном развитии, и это развитие является не просто, так сказать, гладким. В ходе этого развития возникают такие узловые точки, и этими узловыми точками являются революции, а между революциями происходит процесс последовательного развития общества одного и того же типа. Это позволило рассмотрение такой узловой линии отношений меры, в которых изменяется количество, меняется производительность труда, она все время растет, развиваются производительные силы, и это приводит к тому, что один тип общества заменяется другим. Всего за всю историю человечества обнаружено пять типов общества. Они называются общественно-экономическими формациями. Это первобытно-общинная коммунистическая, затем рабовладельческая, после этого феодальная, капиталистическая и коммунистическая формация. А почему называется общественно-экономическая? Потому что понятие общественно-экономической формации делает упор, делает акцент, характерный для исторического материализма, сводящийся к тому, что определяющим во всей человеческой истории является производство материальных благ. А производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Какое производство, такое и общество. Но всего типов производства оказывается пять, и, соответственно, пять способов производства. Переход от одной формации к другой представляет собой социальную революцию, А каждая формация представляет собой общество, в котором определенному типу производственных отношений соответствует и определенный тип так называемой политической, идеологической и юридической надстройки. Формация представляет собой способ производства, над которым возвышается политическая, идеологическая и юридическая надстройка, соответствующая данному способу производства. Вот сколько существует способов производства, а их пять, и, соответственно, существует пять надстроек. Существует, следовательно, пять общественно-экономических формаций. И хотя вот много наговорится и написано про социализм, социализм не является особой общественно-экономической формацией, а это всего лишь первый этап, первая фаза, первая стадия коммунистической общественно-экономической формации. Можно свести все типы формаций всего в три группы, или в три типа. Самая первая формация основывалась на общественной собственности, первобытный коммунизм. Почему мы говорим коммунизм? Потому что собственность общественная, коммунизм, в переводе на русский язык означает общий, производство основанное на общественной собственности, характерно для первобытной формации, и поэтому ее называют первобытной коммунистической формацией, первобытный коммунизм. Раз собственность общая, и в ней жили люди достаточно долго, порядка девянаста тысяч лет, можно сказать, что большинство времени исторического люди прожили при коммунизме. Ну, каком? Первобытном. Затем произошло отрицание. Это отрицание состояло в том, что из общины выделились отдельные единицы, обычно вожди племен, которые увели с собой побежденных представителей других племен, заставили их на себя работать, превратили в рабов, и так постепенно вместо первобытного общинного коммунизма, который разложился, появилась первая частно-собственническая формация, рабовладельческая. За рабовладельческой формацией последовала формация тоже частно-собственническая, это феодальная. За феодальной формацией опять частно-собственническая формация, это буржуазная. Поэтому можно эти три формации, рабовладельческую, феодальную и буржуазную, считать одной, частно-собственной формацией с подразделениями внутри. Это, так сказать, первое отрицание, переход от общественной собственности к частной собственности. А затем идет отрицание этого отрицания при переходе капитализма в коммунизм. Коммунистическая общественно-экономическая формация, но обогащенная всем тем, что добыта человечеством в рамках частно-собственных формаций. Вот это такой коммунизм, который получается с использованием достижений предыдущих формаций, частно-собственных, называется уже коммунизмом не первобытно-общинным, а просто коммунизмом. И этот вот коммунизм является отрицанием не просто капитализма, а отрицанием всякой общественно-экономической формации, основанной на частной собственности. Итого мы получаем обычную такую характерную для диалектики общественного развития схему или систему. Имеется первобытный коммунизм или коммунизм непосредственный. Затем отрицание этого коммунизма и, соответственно, частно-собственная формация, которая делится на три формации. Ровладельческую, феодальную и буржуазную. И отрицание, отрицание. А что такое отрицание, отрицание? Возвращение снова к коммунизму, но уже обогащенному всем тем, что добыто в рамках частно-собственных формаций. И вот этот коммунизм новый, который появляется после капитализма, он является снятием капитализма. А раз он является снятием, а что такое снятие? Снятие – это отрицание, но не голое, не зряшное отрицание, не отталкивание, не отбрасывание того, что было добыто в предшествующую историю. А это есть вбирание в себя того, что создано и при рабовладении, и при феодализме, и при капитализме. И это содержится в самом понятии снятия. Это не просто отрицание, а отрицание с удержанием, с удержанием того богатства, которое имело место в том, что отрицается. И в результате снова мир возвращается к коммунизму, но уже матерью этого коммунизма является что? Что является матерью коммунизма? Матерью коммунизма оказывается капитализм. Поэтому как вообще надо относиться к капитализму? Как к такому обществу, из которого рождается коммунизм? И как рождается? По законам самого этого капитализма. Потому что именно капитализм сплачивает рабочий класс. Именно капитализм его организует. Именно капитализм его образовывает. Именно капитализм приводит его к возмущению и к революции. Именно капитализм обостряет противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения. Именно капитализм делает капиталистов ненужными для организации производства. Они сами заменяют себя, передавая все положительные функции менеджерам-управленцам, которым они платят немалые деньги, но основные деньги, то есть прибыли, главную часть прибыли они забирают себе, они становятся паразитами, которые для развития производства не нужны. И вот такой этап мы сейчас в мире и переживаем, когда капиталисты, крупные капиталисты, они для развития производства не нужны, производство ведется наемными управленцами, то есть тоже трудящимися, но трудящимися в сфере управления, высокооплачиваемыми, так сказать весьма квалифицированными, но собственно капиталисты никакой функции необходимой для производства не выполняют, они просто забирают себе львиную долю и тратят на свои личные нужды львиную долю общественного богатства. Вот именно в такую эпоху мы живем, а нынешняя эпоха есть эпоха империализма, монополистического капитализма, переходящего в коммунизм. Соответственно, понимание мировой революции, которую Ленин разработал в своей работе о лозунге Соединенных Штатов Европы. Мировая революция – это длительный исторический период, это целая эпоха острейшей классовой борьбы, революции и контрреволюции в отдельных странах, в которых совершается переход от капитализма к коммунизму. Мы с вами знаем известное высказывание Маркса и Энгельса, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Некоторые товарищи, которые не изучали науку логики Гегеля, не изучали диалектики, думают, ух, как здорово, ничего не надо читать, ничего не надо знать, потому что все учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Если надо знать, что такое частная собственность, уничтожить ее, и все будет готово. То есть вот вам и будет целое учение о коммунизме. На самом деле, для того, чтобы понять смысл этого высказания, надо понять, в чем состоит диалектическое движение уничтожения, как можно превратить частную собственность в ничто. Если вы просто будете уничтожать средства производства и другие объекты собственности, от этого частная собственность не исчезнет. Эта частная собственность будет просто на меньшее число, так сказать, меньшее количество продуктов. И это вот уничтожение объектов частной собственности происходит в каждой кризис, когда молоко выливают, зерно сжигают, какие-то продукты, по существу, выбрасываются на помойку для того, чтобы сбить цены и снова повысить их. То есть уйти от понижения цены и повысить цены. Поэтому так не получается уничтожение частной собственности. Не получается уничтожение частной собственности, если взять и начать уничтожать частных собственников. Потому что на место этих частных собственников приходят другие частные собственности. И происходит не уничтожение частной собственности, а передел частной собственности. Наши политические партии, которые есть в России, они все озабочены переделом частной собственности капиталистической. Особенное возмущение вызывают олигархи, потому что олигархи не те, которые выступают с требованием долой олигархов, а вот олигархи те, которые с таким требованием не выступают. Поэтому самый большой накал в период выборной кампании по выборам президента, в период этой кампании самый большой накал достигли выступления такого рода, что надо совершить антиолигархическую революцию. Не антикапиталистическую революцию, не социалистическую революцию, не коммунистическую революцию, а антиолигархическую. Если вы стали олигархом, а олигархом должен быть я. То есть я должен вас свергнуть и сам сесть на это место. То есть мелкие капиталисты или неудачные капиталисты хотят собраться и совершить некий переворот в рамках капитализма, чтобы они стали олигархами. Но они не тянут в области экономической, поэтому они и мелкие. Они мелкие не только в плане экономического, но и в умственном отношении, поэтому представителями вот этих мелких являются такие, как Навальный, такие, как Собчак, такие, как Явлинский, которые все время были за разрушение крупного производства, в том числе и капиталистического, и за сохранение этого самого мелкого, который на самом деле в ходе капиталистической конкуренции постоянно уничтожается, и это совершенно естественный процесс. Почему? Потому что тот, кто читал немножко капитал, тот знает, что в ходе капиталистического развития идет процесс концентрации капитала, то есть капитал концентрируется на крупных предприятиях, и централизации капитала. Это значит, что если есть отдельные предприятия, то вот одни капиталисты других капиталистов повевают и централизуют в своих руках все большую и большую собственность. И вот этот процесс концентрации и централизации приводит к превращению капитализма в его империалистическую стадию, то есть в такую стадию, где осуществляется господство монополий, и вот это господство монополий позволяет нам говорить о том, что капитализм современный, перешел из своей стадии капитализма свободной конкуренции, капитализм монополистический, и надо думать не о том, как разбить монополии. Монополии нельзя разбить, они есть передовой отряд современного капитализма, а о том, как теперь в условиях монополистического капитализма двигаться дальше, как развивать научно-технический прогресс, тогда, когда есть элементы изогнивания и паразитизма. И выход из этого противоречия, который есть, с одной стороны надо развивать, ради прибыли надо бы развивать производство, а с другой стороны монополизация мешает этому развитию, потому что нет такого стимула, как победить конкурента, нет конкурентов у некоторых монополистов. И по существу единственным выходом из этого противоречия является переход к другому, еще более высокому монопольному положению, которое у Ленина зафиксировано так. Вот единая капиталистическая монополия, к которой, собственно, и стремятся все монополии в итоге своей антимонопольной борьбы, или монопольной борьбы друг с другом. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы, что? Социализм. Поэтому сам капитализм по своим внутренним законам приводит через свое отрицание к социализму. Ясное дело, что он, в ходе этого отрицания, он побуждает к тому, чтобы рабочий класс революционизировался, к тому, чтобы он сплачивался, к тому, чтобы он создавал свои органы, к тому, чтобы органы капиталистического общества, такие, например, как банки, телеграф, телефон, интернет, становились органами будущего или готовились стать органами будущего социалистического общества и обеспечивали всенародный учет, всенародный контроль, всеобщее счетоводство, всеобщий учет контроля и планирования в интересах общества. Поэтому речь идет не о том, что какие-то внешние силы и зоне совершают социалистическую революцию, независимо от капитализма, а дело в том, что сам капитализм порождает своего могильщика и создает условия для перехода от старого строя к новому строю. Поэтому мы и видим, что несмотря на всякого рода исторические перипетии и несмотря на то, что наряду с социалистическими революциями произошли капиталистические контрреволюции, несмотря на то, что в Европе целый ряд стран, которые уже было построили, и социализм, такие как Советский Союз, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, даже Албания, они перестали быть социалистическими, в них снова возникло капиталистическое государство и реставрирован капитализм, в то же время на другом краю земли, на другом краю земли на Востоке появилась Китайская Народная Республика, Корейская Народная Демократическая Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, которая победила в жесточайшей войне Соединенные Штаты Америки, и начинала эту войну она, имея только социалистический север, а закончила тем, что и юг был освобожден от империалистического господства и захватов, и весь Вьетнам стал социалистическим, но мы должны строго различать, какая страна социалистическая, а какая построила социализм. К социалистическим странам мы должны добавить еще и Кубу, совсем на другом континенте, мы должны добавить Лаос, который в 1975 году совершил социалистическую революцию, вот страны, которые совершили социалистическую революцию, все они называются социалистическими, и скажем, Россия, Советский Союз был социалистическим с самого начала, но построили социализм СССР в России только в середине 30-х годов, поэтому социалистической страной называется страна, которая начала путь перехода от капитализма к коммунизму, а началом этого пути является установление диктатуры пролетариата. Вот все перечисленные мною страны, все установили диктатуру пролетариата и начали этот путь, если целый ряд европейских стран, включая Советский Союз, а Советский Союз не только европейская, это евроазиатская страна, потерпели поражение в борьбе с противоположными силами, то в целом, если мы подытожим, каков у нас остаток, сколько у нас теперь живет в социалистических странах, то обнаруживается, что если раньше, после 1917 года, порядка 300 миллионов жило в социалистической стране, в Советском Союзе, ну и в Монголии еще некоторое количество, 28-го года, то 14 миллионов? 24-го года, да. А не 28-го? Нет. 24-го? Да, это не нравится. 24-го, да? 24-го, да. Ну вот, а если теперь мы посчитаем, то теперь получается, что в социалистических странах живет, сколько? Живет полтора миллиарда человек. Полтора миллиарда. Миллиард 380 миллионов КНР. Это переходный период от капитализма к коммунизму. В Социалистической Республике Вьетнам 90 миллионов человек. Скажем, в России не намного больше. 140, а там 90, да? На 50 миллионов. Затем идет Корейская Народно-демократическая Республика. 25 миллионов. Первая фаза коммунизма. Затем идет Социалистическая Куба, в которой социализм был построен, но потом они вынуждены были часть рабочих перевести в мелкие буржуа, как так называемых всем самозанятых, и ушли в переходный период. Они относятся сейчас к переходному периоду от капитализма к коммунизму. Там 11 миллионов. И, наконец, Лаос 6 миллионов. Итого полтора миллиарда человек. И к этим полутора миллиардам человек, к той части человечества, которая находится на стадии движения к социализму и полному коммунизму, вот к этим полутора миллиардам человек примыкают довольно крупные капиталистические страны, которые пытаются избежать империалистического захвата и уничтожения. Что это за страны? Это Россия, которая имеет всего лишь 1,7% мирового ВВП, а Соединенные Штаты Америки имеют 17% мирового ВВП. И хотя по военной продукции, по военному потенциалу, военно-техническому, ракетно-ядерному потенциалу, Россия имеет паритет с Соединенными Штатами Америки, но, как вы понимаете, при такой разнице в экономическом потенциале очень трудно этот самый потенциал удержать. Поэтому Россия нуждается в помощи такой страны, как Китай, а Китай не меньше нуждается в России, потому что Китай, взятый и изолированный сам по себе, имеет гораздо меньший ракетно-ядерный потенциал, чем Соединенные Штаты Америки, и неизбежно потерпит поражение в случае военного столкновения. И наоборот, соединение потенциалов России, буржуазной и социалистического Китала, Китая позволяет одной буржуазной стране, а второй социалистической, спастись от той политики, которую проводят Соединенные Штаты в современном мире. А Соединенные Штаты в современном мире, расставшись с тем, что было характерно для империализма времен Ленина, когда были разные группы империалистических хищников, которые грабили весь мир и потом делили его между собой. Никто уже теперь ничего не делит, потому что, во-первых, уже мир не империалистический. Значительная часть мира является страной, является частью социалистической. Это раз. В империалистической части мира есть только одна группа империалистических хищников, которой ничто не противостоит. Соединенные Штаты, блок НАТО, куда входят крупнейшие, с одной стороны, державы, и с другой стороны, в военном отношении абсолютно не в состоянии соревноваться с Соединенными Штатами Америки, потому что какие это крупные державы? Это Германия, которая, между прочим, побежденная страна, правда, побежденная больше Советским Союзом, чем США, но она как страна побежденная, не имеет своей армии и по существу она не может противостоять никакому давлению. Япония тоже побежденная страна и оккупированная Соединенными Штатами, она тоже не может противостоять никакому империалистическому давлению. Остается Франция, которая вообще никакому давлению не противостояла, ни когда Гитлер пришел, ни когда американцы стали господствовать в мире, скомандовали Францией, сказали, что отдайте деньги русским и вертолетоносец не будете для них строить. Они этот вертолетоносец отдали Египту, как и требовал хозяин американский. Поэтому в современном капиталистическом мире никакого равенства нету. Там абсолютное господство Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки у себя внутри сохраняют буржатную демократию, а на международной арене в той части мира, которая является империалистической, подавляет другие страны без всякого зазрения. Объявляют их изгоями, нападают, уничтожают, как они уничтожили Югославию, уничтожили Ирак, уничтожили Ливию. Следующей мишенью были две страны. Какие? Три страны. Иран, Сирия и Россия объявлены изгоем. Объявлено? Что такое изгой? Изгой это тот, кто намечен как жертва, но пока еще не успели его уничтожить и проглотить. КНДР тоже вроде бы как была объявлена изгоем, но после того, как у КНДР появилось соответствующее оружие ракетно-ядерное, тональность вообще выступления уже президента изменилась, и Трамп уже написал в Твиттере не то, что мы вас уничтожим, мы вас разгромим, вас не будет, он уже написал, что Ким Чен Ын, зачем ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю, давай я хочу с тобой подружиться, я же не говорю, что ты маленький и толстый. И, как мы знаем, уже состоялись встречи между Севером и Югом Кореи, намечена встреча в Пан Маньчжоне между Северокорейским руководством и Американским руководством, что подтверждает следующую истину, что в условиях капитализма, в том числе империализма, уважают только силу, и никакого другого никакого способа, кроме силы, нет, поэтому те капиталистические страны, которые осознали, в каком мире они живут, быстрее осознали, чем некоторые наши российские теоретики, они осознали, что если вы хотите спастись, а вы страна капиталистическая, то надо примыкать к Китаю, и существует две формы примыкания к Китаю в современном мире, одна называется страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, ну вот здесь и одна социалистическая страна, а к ней примыкают все остальные страны буржуазные, и Бразилия, и Россия, и Индия, и Южная Африка. И еще существует одна организация, Шанхайская организация сотрудничества, она не похожа ни на какой договор военный, о дружбе и взаимопомощи, или совместной защите, ничего этого нету, но это такая форма объединения в порядке защиты от единого господина в этой части мира. Поэтому и даже Индия и Пакистан, которые между собой воюют, одновременно добивались и добились того, чтобы в 17-м году они вошли в состав Шанхайской организации сотрудничества. Итого на сегодняшний день в этой организации находится 40% населения Земли. 40%! Поэтому люди, которые этого процесса не видят, не наблюдают, они по-прежнему рассуждают о капиталистическом мире, о том, что у нас мировой кризис, давно уже мировых кризисов нет. С появлением Советского Союза 100 лет назад эра мировых кризисов прошла. В Советском Союзе никаких кризисов не было, нет никаких кризисов в Китае, нет их в Вьетнаме, нет в странах социалистического лагеря и темпы роста социалистической системы примерно в два раза и более высокими являются, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому без всяких революций и изменений политических все время меняется соотношение сил. Даже Китай намеренно, когда он говорит, на каком месте он по ВВП, хотя многие исследователи говорят, что на первом месте в мире, он говорит скромно, что мы на втором, потому что никакого сомнения, что они выйдут на первое место, нет. Поэтому, чтобы никто там не спорил на эту тему, на первом или на втором, да, мы на втором, но выходим на первое место. Поэтому картина тут совершенно ясная, мы сейчас живем в такой период, когда на первое место по объему ВВП, по экономической мощи начинает выходить социалистическая страна, а за ней целый лагерь социализма. Ну вот, поэтому, скажем так, рассуждать, что Россия в кольце врагов, это совершенно неправильно, потому что какое же это кольцо, когда это полукольцо. Вот если против нас, как говорят, весь мир объявил экономический сон, да не весь мир, а весь капиталистическая часть мира, и то не вся. Поэтому нужно сбывать свои товары на необъятный китайский рынок, и, соответственно, получать оттуда, с этого китайского рынка, все то, что нужно. Ну а поскольку китайцы продают, и некоторые другие хотят конкурировать с Китаем, и тоже хотят нам продавать, поэтому мы никаких таких непреодолимых проблем не имеем, потому что ситуация изменилась. Вот так выглядит современный мир, и таковы эффективы. Нам, для того, чтобы успешно разбираться в сегодняшних проблемах, надо знать такие важнейшие понятия, как государство, классы, политика, идеология. Вот давайте мы о этих понятиях и остановимся, тем более, что у нас не так много осталось времени для изучения. Вот что такое классы. Если вы кого-то спросите, кто разработал теорию классов, то вам, скорее всего, скажут, что теорию классов разработал Карл Маркс. Вот именно Карл Маркс в одном из своих писем к Вейдемеер говорит, это не я разработал теорию классов, это сделали буржуазные историки, французские буржуазные историки, а английские экономисты раскрыли экономию, экономику этих классов. А что сделал я сводится к трем пунктам. Первое, а первое состоит в том, что вся история мира, вся предшествующая история является историей класса и борьбы. Второе, что пишет Маркс в письме к Вейдемееру, что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. И эта диктатура пролетариата представляет свой переход к обществу бесклассу, коммунизму. Вот это то, что Маркс сделал, и он резюмирует, что я сделал. Вот, так сказать, всего он три пункта нашел во всей своей, так сказать, науке. И вовсе он не хочет не хочет брать на себя или присваивать себе заслуги, которые сделали ученые до него. Поэтому вот я сейчас на свежее голову спрошу, кто разработал теорию классовой борьбы? Теорию классовой борьбы разработали французские буржуазные историки. Что такое теория классовой борьбы? Это определенная классификация общества, правильно? Потому что классификация есть во всех науках. Например, в ботанике есть классификация? Есть деревья, а есть трава. растения многолетние, а есть однолетние. Есть одноцветные, есть многоцветные и так далее. Есть у одних такие цветы, у других другие цветы. Если вы возьмете какой-нибудь стандартный, но хороший, определитель растения, вот такой, вы там по разным параметрам можете узнать, что за растение вы нашли, когда вы гуляли по полю или по лесу. То есть, здравствуйте, то есть, классификация существует в самых разных науках, что побудило науку общественную заняться классификацией людей. Представьте себе, это сейчас 7 миллиардов, но во время французской революции тоже были миллиарды людей, а если миллиарды людей, можно изучать вообще миллиарды людей, не классифицируя, невозможно. А как провести эту классификацию? И вот тут надо сказать, что первым выступили на сцену перед революцией буржуазной во Франции французские феодальные историки и стали доказывать, учитывая, что воздух уже наполнен сигналами буржуазной революции, что руководить государством, вести работу по управлению, государством могут только благородные. Вот пришедшие есть кто-нибудь там у вас графы, князья, бароны, нет? У меня есть князья. Нет? Вот. Вот. Вот вы можете управлять государством, а вы нет, вы, значит, не можете управлять. И вы, наверное, не можете. Ну вот. Вот поэтому я буду иметь дело с ней. Она ей сразу отлично будет на экзамене, ну а вам будут долго обстоятельно спрашивать. Вот. И только если уже так вы будете выступать, что мне уже некуда деваться, тогда я тоже поставил отлично. Вот. А тут вы просто предъявите свою грамоту, не забудьте только документики, что вы баронесса там или графиня, и все в порядке. Но как мы не можем жить? У нас же общество такое, где мы должны уважать предшествующие информации. И почему они выступили? Они чувствовали, что речь идет о отнятии власти, поэтому надо было как бы теоретически доказывать и объяснять, что только благородные, вот такие благородные могут руководить обществом. Но выступили французские гражданские историки, которые стали решать задачу противоположную. Что они начали доказывать? Они же не могли говорить, что мы будем управлять в Буржуазии. Нет, они начали доказывать в общем виде, что руководить общество и управлять государством могут и другие классы. И для этого они разработали теорию классов. И фамилии этих людей известна хорошо. Это Тьерри, Менье и Гизо. Вот я читаю лекции историкам, историки их просто знают. Поскольку, скажем, не историки там не простирается дальше Маркса почему-то, но знает одного Маркса. А буржуазных историков не хотят знать. Но, значит, те, кто изучают, те знают. Тьерри, Менье и Гизо. Что они стали доказывать? Что управлять обществом могут и другие классы. Для этого они разработали саму теорию классов. По какому признаку делить на классы? Ну, есть признаки самые разные. Можно по полу. Так получается мужчины и женщины. Можно по цвету глаз. Тогда будут голубоглазые, кореглазые, черноглазые и так далее. Можно по какому еще принципу? По росту. Можно по возрасту. Есть молодые, пожилые и среднего возраста и так далее. Это все будет классификацией. Так вот, они выдвинули какой принцип? По положению в производстве. Почему? Потому что в зависимости от того, какое положение в производстве, это материалистический такой принцип. Вот от этого положения в производстве зависит, что выгодно тем, кто находится в этом положении. И вот те, кто находится в одном и том же положении, выгодно одно и то же. Поэтому давайте те, кто находится в одном и том же положении в производстве, давайте их в один класс, а те, кто находится в другом, в другой класс, а в противоположном положении, соответственно, тоже в отдельный класс. Например, вот если я продавец, что мне выгодно? Надо спрашивать меня лично, что мне выгодно? Или вы без того, чтобы меня спрашивать, скажите, если я продавец, мне что выгодно, подороже продать или подешевле? Подороже. Вы меня спросили, что у меня? Вы вообще за меня ответили. А если я покупатель, что мне выгодно, подешевле купить или подорогу? Подешевле. То есть, если вы, скажем, сидели в ларьке и продавали, так вам выгодно продать подорогу. Потом вы взяли из этого ларька, пошли, потому что вам нужно к вечеру купить, пошли в другой ларек, что-то там купить для того, чтобы вечером приготовить ужин. А тут вы говорите, почему это у вас так дорого? Почему? Потому что вы перешли в положение покупателя. Или там, скажем, вот у нас есть здесь два типа фигур. Есть фигура преподавателя и три фигуры студента. Вот преподавателю выгодно, чтобы студенты лучше занимались? Ну что скажут, вот видите, какие студенты занимались? Такие хорошие студентки, так сказать, отличные оценки получили. Это же важно для оценки преподавателя, правильно? Вроде как вот преподаватель должен не исчезнуть, и вот эти знания дошли. Так это хорошо? Хорошо, значит преподавателю выгодно. А студентам выгодно, так сказать, совершить свое обучение и развить свой ум. Выгодно? Выгодно. Кому более выгодно? Вам или мне? Да. А? Вам. Ну правильно? То есть наиболее заинтересованным в обучении университета являются, конечно, не преподаватели, а студенты. Поэтому вообще говоря, университет это место, в котором главными являются студенты, а не преподаватели. А преподаватели это как бы вот костыли. Насколько студентов они еще недостаточно знают, им как бы нужны для поддержки какие-то люди, которые им читают лекции, там помогают в семинарских занятиях, проводят экзамены, проверяют, так сказать, по их требованию, их знания. И, наконец, когда студент уже оперится и может сам летать, он полетел, ему эти костыли не нужны. Правильно? При этом надо мне спрашивать лично кто заинтересован их? Не надо спрашивать. И так ясно, что это по положению. Студент по положению это тот человек, который должен получить надежные, прочные знания, которые пригодятся ему в последующей жизни. Вот и все. Этот принцип интереса экономического, а экономические интересы это такая характеристика именно экономического положения, которая показывает, что людям объективно выгодно не потому, что они там в этом думают, а что им по положению выгодно. Изменить положение у вас будет другая ситуация. Например, очередь куда-нибудь. Вот последний, он заинтересован в том, чтобы там больше не давать того товара, который в дефиците. Правильно? Потому что может ему не хватить. А первый, он добрый. Да ладно, да пусть ей подойдет, возьмет, ничего страшного. Поэтому стихийно любая очередь она контролеров берет откуда-то, с конца. А не так. Вот это очень важно. Это материалистический принцип, примененный к истории. И классы, это большие группы людей, которые отличаются по положению производства. Если мы возьмем современное буржуазное общество, это уже общество было современным и во Франции уже в 1789 году, когда в рамках феодализма образовались уже три класса. Это класс, кроме тех феодалов, которые держали в руках власть государственную, появился уже класс буржуазии. Что это за класс буржуазии? Это такие собственники средств производства, которые нанимают работников, рабочих и живут за счет труда этих рабочих. Рабочие создают необходимый продукт, это то, что эквивалентно их зарплате, стоимость их рабочей силы, и прибавочный продукт, это который забирают себе буржуазии. Причем это все очень справедливо по законам товарного хозяйства. Мы с вами договорились, что я покупаю вашу рабочую силу по стоимости. А чем определяется стоимость рабочей силы? А тем, что необходимо для нормального воспроизводства работника, членов его семьи. Нормальное воспроизводство понимается исторически. То есть, если вы плохо живете, это нормально. Все так живут плохо, кто сейчас живет хорошо? Так, вот для нормального воспроизводства нужно сколько? На сегодняшний день, можно сказать, по данным, которыми мы располагаем, за один час сегодняшнего труда, рабочий сегодня в России, за один час вырабатывает то, что эквивалентно его заработной плате. А семь часов, за семь часов, он вырабатывает еще прибавочный продукт, на который живет другая часть общества. Семь часов. Поэтому, ему говорят, давай еще быстрее, сверхурочной работай, выходные не работайте и так далее. Это прямо прибавка еще больше этого самого прибавочного продукта. Отсюда такое явление, которое мы сейчас наблюдаем. По статистике, которая у нас хоть и плохая, но есть, по статистике заработная плата за последние три года сократилась до 92,5%. Реальная. Не то, что написано в бумажках и на бумажках, а то, что вы в корзинку складываете свою зарплату, и корзинка все более тощая и тощая и тощая становится. Так вот, сократилось реальное содержание заработной платы работников России по данным Академии Государственной Службы. И Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ сократилась до 92,5%. От 2013 года. В 2013 году было больше, почти на 10%. А теперь стало меньше, чем в 2013 году, только не тот 2013 год, который 1900, а у нас новый 2013 год, уже вперед мы пошли, 2013 год, и вот от него 92,5% составляет зарплату. То есть трудящиеся живут хуже, хуже и хуже. Систематически, три года подряд. Но если брать не только трудящихся, а просто граждан, то получается 90,5%. Еще хуже. Куда попадают студенты с их стипендия, кому ее платят? Вам, я так понимаю, не платят. Дескать, вы все равно ходите на работу. Вам труднее, чем остальным? Ну раз труднее, то вам нечего и платить. Вы же научились трудности определить. А вот эти студенты, они не научились. Поэтому им надо платить, а вам зачем платить? Вы умеете, уже хорошо. А тот же самый вице-премьер у нас есть, Дворкович, который хорошую стипендию получал, когда учился. Я это знаю, потому что я его старший, значит, знаю, как мы получали. Я получал Чебышевскую стипендию с одной четверкой, 60 рублей. А директор Кировского завода получал 120. Наверное, можно было жить на этой стипендию. А теперь, говорят, вот полторы тысячи, будьте здоровы. Я спрашиваю этих историков, хоть, конечно, вам завидно, что они получают, но на эту стипендию я спрашиваю, сколько вы проживете? Девочка, говорит, так подумала, говорит, ну неделю. Так что, я говорю, в последний раз вас вижу. Я вот вас редко тоже вижу. Думаю, вот придете, может, вообще не придете. Может, умерли на этой работе своей. А они, ну вы умерли, потому что переработали. А те умерут просто потому, что от недоедания должны умереть. И вот, ну такую породу вывели студентов, вот, они все равно приходят. Что с ними не делают уже. И говорят, что не надо стипендию платить. Дворкович выступил. Вице-премьер. Ну еще платят. И все равно они приходят и приходят. Ну не знаю, что еще сделать. Как разогнать людей? Невозможно. Тяга к знаниям сильнейшая. Короче говоря, вот в современную эпоху получается вот такая картина у нас в России. В то же время, за 16-й год, количество долларовых миллионеров выросло на 10%. А количество долларовых, вот вы уже гордиться не будете, что вы баронесса или там графиня. Потому что вы не долларовая миллионерша. А количество долларовых миллиардеров на 11%. Ну, новое время, новый год, новая статистика. Я, поскольку, ну лекции вам должен читать, так сказать, со свежими данными, я вот вычитал в правительственной нашей газете, в российской газете, следующие данные, что за последний год, 17-й. Количество таких людей, которые имеют более 500 миллионов долларов. Нет, не 500 миллионов, 500 тысяч долларов, полмиллиона долларов. Выросло на 22%. На 22%. Ну, хорошая у нас экономика. Ну, кто тебе делает миллионы долларов, хорошая. В то же время, наряду с вот этими двумя классами, рабочим классом и буржуазией, это основные классы буржуазного общества, любого, хоть американского, хоть российского, хоть вы поедете на огненную землю, хоть в любую другую страну. У нас феодализма нигде уже нету. Нигде. Феодализм все, так сказать, закончился. Нету крепостных крестьян и нету помещиков. Так, землевладельцы есть, которые берут, требуют с капиталистов плату за землю, да? И это что такое называется? Плата за землю. Как называется? Ренту. Ренту. Вот земельная рента. А это есть. Помещиков как таковых нет. Есть еще один класс. С одной стороны, он трудящийся, трудится со средствами производства, со своими, но живет своим трудом. Производит и выносит на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Как он называется? ИП. Мелкий буржуа. Точное политэкономическое название его. Он не обязательно ИП, он может быть индивидуальный предприниматель, да? А может быть и индивидуальный предприниматель. Можно ООО, например, из одного человека. Я могу зарегистрировать ООО из себя? Могу. И я буду удвоенный там. Первое Попов, а второе Попов. ООО Попов. Это разные вещи. Попов не должен сдавать ничего в налоговую инспекцию, а ООО Попов должен сдавать налоговую инспекцию. Вот это тоже класс, достаточно обширный. Причем он, с одной стороны, его вытесняет, современный капитализм. Почему? Потому что крупный капитал и крупное производство более прогрессивны, чем мелкое производство. Правильно? Потому что мелкое производство не обладает необходимым запасом средств для обновления техники, для использования современной техники, технологии, научных достижений и так далее. Поэтому оно угнаться за техническим прогрессом никак не может, поэтому его душат, так сказать, давят и так далее. С другой стороны, поскольку мы находимся в эпоху монополистического капитализма, а не просто капитализма, ну, настолько, значит, с ростом производства и с ростом продавательности труда цены, по идее, должны были бы падать. Почему? Потому что затраты падают с ростом продавательности труда. Так вот, монополист получает вот этот доход за счет того, что происходит экономия труда при производстве, а еще накидывает еще монопольную величину. Ну, раз монополия, куда вы пойдете? Вот только мое будете покупать, если я монополист. Куда вы пойдете? Погуляйте, погуляйте, придете ко мне и купите по той цене, которую я установил. Это касается и ЖКХ, и других всяких вещей, потому что куда вы не пойдете, везде крупные монополии. Они крупные монополии установили такие цены. И цены растут. Или наша, скажем, дорогая Набиулина, руководитель нашего Центробанка, говорит, что нормально мы считаем Центробанк инфляцию 4%. То есть нормально она считает, что у вас в течение года надо 4% дохода забрать. Посмотрела она на вас, говорит, но если у вас 4% не забрать из кармана, это будет несправедливо. И так это убедительно они и доказывают вместе с высшей школой экономики, которая является центром иностранного влияния в России, что вроде как к этому и привыкли. Ну, скажем, отдельные высокопоставленные фигуры экономические, такие как советник президента Академии Глазьев, говорят, что если бы не этот самый Центробанк во главе с Набиулиной, мы бы не потеряли за последние 5 лет 32 триллиона. А поскольку Центробанк никаких денег для наших предприятий не дает, потому что у них ставка, ключевая ставка 7 с лишним процентов, да плюс коммерческие банки накидывают свои 7, которые ничего не производят, а они получают в Центробанке деньги, добавляют свои 7 процентов, вот под 14 процентов отдают промышленность. Можно что-нибудь сделать, если вы имеете ставку процента 14? Невозможно, потому что таких прибыли, нормы прибыли такой нет в экономике, поэтому никто, ни одно предприятие не может нормально получить кредиты. А раз не может нормально, оно не может серьезных изменений в технических, технологических и прочее сделать, потому что у них только текущие расходы есть тут подремонтировать, там подправить, здесь убавить и так далее. Вот что происходит в современной экономике. Итого, в современном обществе три класса. Рабочий класс, буржуазия и мелкая буржуазия. А раз цены, монополистический капитал поднимает высоко, значит даже с помощью ручного труда можно продавать такие вещи при такой цене, что вы тоже будете существовать. Ну впроголодь, но существовать будете. То есть не только с одной стороны капитал крупный душит мелких буржуаз, а с другой стороны он создает возможность их существования. Вот благодаря этой нише, потому что с повышением цены монопольной, то, что раньше привело бы к разорению, сейчас уже не приводит к разорению. То есть можно и вручную производить, еще какой-то иметь для себя доход, чтобы просуществовать. Поэтому во всех странах, капиталистических, империалистических, во всех странах имеет место наличие этой мелкой буржуазии. Такого класса, который, вот строго говоря, можно было бы считать средним. В каком смысле средним? Потому что он с одной стороны трудящийся, и он только с этой стороны близок к рабочему классу. Рабочий класс трудится, его эксплуатируют. Ну и трудящиеся эти, вот они трудятся, а их эксплуатируют, мелких буржуаз, очень просто. Вы производите какую-нибудь продукцию. Да? Вы производите, но торговать вы не очень умеете. Я к вам приезжаю и говорю, так, сколько вы, что вы тут делаете? Давайте я у вас, живые деньги, хотите сейчас? Ну что вы пойдете сейчас на рынок? Вы там никого не знаете. Вы неизвестно, вам что по дороге ограбят, обманут. Давайте вот вам деньги, давайте вашу продукцию, и все, я вас освобождаю от этих всех проблем. Вы мне отдаете в вашей продукции, заключено 12 часов. Вы по 12 часов работаете, мелкий буржуаз, тут же никто не смотрит на величину рабочего дня, никаких сверхурочных работ, свобода. Работайте, пока не умрете. 12 часов вы потратили. Я вам выдал деньги, которые оплачивают ваши 8 часов. А сколько у меня пошло с каждого? Из вас 4 часа. Вот у вас уже трое, уже 12 часов мне. А если у вас таких много? И вот так же приезжают в село, скупают лук, скипают морковь, скупают яйца, молоко, творог и так далее. За бесценок. Ну вот как вы думаете, сколько стоит литр молока? По какой цене закупают у тех, кто производит именно молоко? У этих мелких этих хозяйств молочных. Ну сколько? Ну 15, сейчас, наверное, 20 рублей. А продают за 50. Литр. А 30 рублей получают те, кто сделали эту коробку и кто разбавил молоко. Разве бывает, вот вам предлагают, дескать, давайте, девушки, чтобы вы были струйные, пейте 1% молоко. А раньше как это называлось 1% молоко? Это когда из колхоза везли молоко. Ну, молоко бывает разной жирности. Бывает 3, бывает 4, бывает 7. Но меньше, чем 3 не бывает. Не бывает такого молока 1% у коровы. Коровы, они же для телят это делают. Так, значит, привезли куда? На молочный завод. Чем занимается молочный завод? Я это хорошо знаю, потому что вот у меня в Академии гуманитарного образования на факультете профессиональной подготовки, деканом которого был, работал товарищ, который возглавлял сосновский молочный завод. Он мне рассказывает, что будет с молоком, которое привезут. Его сразу на сепаратор. А сепарейт это отсюда? Отделять. Отделяет жир от молока. И сразу получаются сливки многопроцентные и, естественно, 1% молоко. Раньше при социализме везли это 1% молоко обратно в колхоз, в деревню. И оно поэтому называлось обрат. Для чего его везли? Чтобы кормить этим молоком поить телят. Ну, вот раньше поили телят, теперь предлагают девушкам молодым, чтобы вы были стройны как телят, а вот вам 1% молочко. Хотя, на самом деле, молочный жир очень полезный сам по себе. Но у нас есть нормализованное молоко. Не путайте с нормальным. Что такое нормализованное? А вот подолью и будет 2,5. 2,5 коровы не дают. Можете представить, они раскрашены такими, пятна. А тут бы написано было 2,5 на некоторых коровах. А, скажем, 3-2. Не бывает такого. Поэтому, значит, вот это вот нормализованное молоко, 2,5%, подливают столько этих сливок, что теперь превратить из 1% молока в 2,5%. Вот вы можете видеть молоко и кефир вес 2,5%. Но можно пойти дальше. Есть молоко цельное. А что значит цельное? Не подвергалось сепарации. Вот это нормальное молоко. Оно не называется нормальное, оно просто цельное. А то не цельное. Это то, с ним мы уже махинировали, все делали. Вот это цельное, оно не дает вам какой-то точной величины. Потому что, ну как, корову не можешь дать вам 3,2 точно. Значит, там 3,2- и больше. Где 4, где 3,8, по-разному. Вот это цельное молоко продается тоже у нас. Оно значительно дороже. И оно тоже присутствует. Ну, соответственно, поскольку доходы у людей разные, значит, кто какое молоко и пьет. Соответственно, конечно, это самое полезное молоко. Которое 3,2 и больше. Его не подвергали никакой механической обработке, переработке. Итог. Вот этих мелких буржуа, которые работают 12 часов, а получают только за 8 часов, их естественно, а то и за 6, а то и за 5. Это как сложится. Как перекупщики что делают? Перекупщики забирают основную массу произведенного труда и на этом богатят. Они миллионеры, они миллиардеры, а эти мелкие буржуа, которые говорят, мы самозанятые, мы работаем на себя. Это вам кажется, что вы работаете на себя, а поскольку вы сдаете этому дяде, то вы работаете уже на этого дядю. Он не капиталист. У него нет наемных работников. Он просто перекупщик. Купил по одной цене, продал по другой. Раньше в советское время за спекуляцию просто сажали на 3 года и все. А сейчас это главный способ обогащения. Купил по одной цене, продал по другой. Или даже говорят, как ваша фирма называется, ООО Купи Продакшн Интернешнл ЛТД. ЛТД что такое? Лимитед. То есть Общество с ограниченной ответственностью. Купи Продакшн Интернешнл ЛТД. Купил, продал. Купил, продал. Ничего не делают. Более того, в современных условиях, вы обратите внимание, хотя пишут и разговаривают про какие-то там робототехники, которых никто не видит в глаза, и которых почти нету, тем более, что есть более современные средства, так сказать, технологического прогресса, что имеет место. Вот представьте себе, посмотрите на меня и представьте себе, что я капиталист. Представили, да? А вы у меня работаете рабочими. Ну, вы уже видели, что я вам лекции читаю, вот я прихожу к вам, как мы с вами знакомы, я же вам работу дарю, да? Я вам работодатель. Раньше так не называлось. Раньше называлась администрация. Собственник. А теперь работодатель. Я уже работу вам дал, а вы еще и зарплату хотите. Слишком много вы хотите. Так вот, я как работодатель объясняю вам. Вы знаете, что у нас в стране кризис? Знаете? Значит, вот я вам честно докладываю, как коллективу. Значит, хочу с вами посоветоваться. Как нам быть? Я могу закрыть предприятие. Ну, вы знаете, что я собственник у вас, да? Вот вы работаете очень хорошо, спасибо вам. Ну, я могу его закрыть. Ну, я вот встал в такое серьезное положение. Кризис. Вы же знаете, что везде все газеты пишут. Кризис. И у меня кризис. Вот. Я могу закрыть предприятие. Ну, вы понимаете, у вас дети, то, и все, пятое, десятое. Или кто собирается еще, так сказать, выйти замуж. Ну, вот ситуация так складывается. Учиться вам надо. Ну, тут не до учебы, лишь бы выжить. Или надо будет зарплату на тысячу рублей сократить. Как по какому пути идти? Хочу с вами сказать, что вы мне посоветите? Закрыть ваше предприятие, наше. От которого, вот, и вы зарплату, и я доход имею. Это наше общее дело. Это наша общая лодка, мы в ней есть. Она потонет, и я утону, и вы утонете. Я, конечно, не сильно утону. Я лечу на острова. Там у меня яхта стоит. Вот. Но вы же понимаете, что это наше общее дело. Но как мне быть? Даете добро на снижение зарплаты? Вот так вот придет, даете. А я считаю, тысяча человек у меня работают. Ну, на рубль, на тысячу рублей, это же как рубль. Сократится ваша зарплата. Что вы с вами, ничего с вами не будет, просто стройнее будете немножко. Тысяча рублей, тысяча человек. Сколько я получу с вас дополнительного? Месяц. Миллион. Вот люди знатоки. Приятно иметь дело с грамотными людьми. Миллион. Чего я сделал в экономике? Вот сейчас так, вот мы сейчас наблюдаем, вот такое у нас движение в экономике. Берут вот, взяли просто миллионы и все. Потом я думаю, что же я дурак сделал? Ну, полный дурак. Почему я стал говорить о тысяче? Ну, ничего, в следующий раз мы снова собрание пройдем. Слушайте, не спасли наш этот вот, тысяча рублей не спасла. Две тысячи надо, иначе закрывать придется предприятие. Еще хуже стало. Ну, как пойдем? Закрывать будем предприятие? Что, мне даете добро? Как? Вы же понимаете. Или при две тысячи пойдете? Ну, не умрете же вы, если две тысячи? Не умрете, правильно? Две тысячи. Если с тысячи рублей взять по две тысячи, сколько будет? Два миллиона. Посмотрите, красота. Два миллиона. А в году-то сколько месяцев? Двенадцать. Двенадцать на два, двадцать четыре. Красота. А чего вы не радуетесь? Ну, вы же меня радуетесь, что у меня, вам же, вот за Грудинину, вот все радовались, я просто удивлялся, думаю, как люди радуются, он дурачит всех так откровенно. А как он дурачит, я могу вам рассказать, я все-таки специалист, профессор по кафедре экономики и права. Вот у него ЗАО, что такое ЗАО? Это закрытое акционерное общество. У него сколько капитал? Сорок четыре процента акций. Значит, сорок четыре, это мало, чтобы решить все вопросы. Значит, надо еще два человечка, которые хотя бы по пять процентов. Вот вы и вы. А вы считаете хорошо, вы проживете и без акций. Значит, пять и пять, десять. Итого у нас вот троих пятьдесят четыре процента. Что мы решаем с вами? Объясняю. Надо принять решение, что дивиденды мы не платим. Вот вы, наверное, сдали денежки, да? Пришли к нашему ЗАО. Сдали денежки. Акционер. И вот эти сидят эти, которые сдали, а их в груди не на сорок четыре, а это пятьдесят шесть процентов. Пятьдесят шесть процентов деньги сдали такие же. Но мы принимаем решение, вот мы трое. Нас троих-то хватит. Смотрите, сколько. У меня сорок четыре, да у них пять и пять, десять. Пятьдесят четыре. Принимаем решение, дивиденды не платить. Никакую прибыль не разбазаривать по акционерам. Все ее у нас держать. А на что мы ее направим? А мы ее и вообще показывать не будем. Мы вот что-то там сделаем. Ну, как бы, крикмахерскую сделаем, еще что-нибудь такое, школу, что-нибудь построим. А остальное запишем в зарплату. Кому? Ну, мне запишем прежде всего. У меня же сорок четыре процента. И вот этим двум товарищам. Ну, сколько вам записать? Ну, уж не столько же, сколько мне. Ну, у вас же мало. Ну, вам запишем. Ну, мне полтора миллиона. Ну, а вам по двести тысяч. Тоже не так. А вы не смотрите. И вас это вообще не касается. Вы вообще можете присутствовать на собрании, пожалуйста. Но это просто, это вот мои первые заместители, а это заместители. То есть, как бы, они не акционеры, а просто мы эту зарплату распределили. Зарплату же надо платить. А потом, а как я иначе, если не будет такой зарплаты, как я смогу пять килограммов золота там за границей поставить на учет? Никак не смогу. У меня там счетов много, ездить надо, затраты большие и так далее. И так получается, что ничего особенного в экономике не делается. Но вы же понимаете, что у Грудинина труд по производству клубники какой? Машинный или ручной? Или непонятно, что он ручной? Ну что же, надо это все собирать, клубничку руками. Вон и финны приглашают, пожалуйста, поезжайте там, собирайте, возьмите себе этой клубники, наесться, можете что-то, деньги какие-то дают. Ручной это труд. Нет таких машин сейчас по производству клубники. А средние как вывезти? Сейчас мы средние найдем. Какая у нас средняя зарплата? Если у меня полтора миллиона, а у них по 200 тысяч, это миллион девятьсот. А нас тут сидит четыре человека. Миллион девятьсот разделяем на четыре, ну грубо, два миллиона на четыре, по пятьсот тысяч. Вот у вас средняя зарплата, чтобы вы знали, пятьсот тысяч. Поняли? И когда будут спрашивать, какая у вас средняя, не какая у вас фактическая зарплата. Это никого не интересует. Он никогда не рассказывал, сколько у него получают эти гастарбайтеры, которые сидят там, так сказать, и собирают эту клубнику. А у нас, говорит, средняя 70 тысяч. А у нас с вами ваши, у нас по пятьсот средняя, у нас хорошо. И так сплошь и рядом у нас, сплошь и рядом, все это делается, такие операции. Поэтому я эту речь держу в защиту мелких буржуа. Не надо думать, у них название такое красивое, что мелкие буржуа, они думают, что они станут настоящими буржуа. А их судьба такая, что они, конечно, хотят стать настоящими хозяинами, тоже нанять людей, чтобы эти люди работали, они бы получали. А основная масса их падает в ряды рабочего класса. Ну, появляются новые, потому что монополисты подняли цены, и можно и вручную что-то такое произвести, что будет иметь спрос. И, так сказать, они все время возникают. И вот такой вот дивирующийся средний класс есть, который между рабочим классом и буржуей. Но вот те мечты его, конечно, связаны с тем, чтобы стать настоящим хозяином. Он купил три козы, думает, что одна коза у меня будет затратой, другая коза у меня прибыль, а третья коза на развитие. А все три козы подохли, потому что у него ни зоотехника, ни знаний никаких, агро, био нет и так далее. Подохли и все. И, так сказать, это его не спасло. Ну, ничего. Дмитрий Анатольевич поддерживает мелкий бизнес, пусть новые еще на новые козы. Цветочки хотите производить? Только вы, наверное, знаете, что цветочки продают у нас кто? В Голландии. А вы можете произвести цветы. Вот я верю, что вы сможете цветы вырастить. А продать вам никто не даст в городе. Если вы пойдете к метро, милиция вас обшмонает. Может быть, вы останетесь там стоять, ну, деньги дадите. А если вы пойдете там, где Оранж, ну, там, вы понимаете, никто вам места не даст. Поэтому завянут ваши цветочки. Отдайте их перекупщику. А кто перекупщик? А те, кто связаны с голландцами. У нас лук и тот голландский продают. Сивок продают, чтобы вы... А то вы купите вот лук, а у него стрелка пойдет, а из стрелки будут семена, и вы начнете сами продавать. Такого нельзя допустить. Надо, чтобы это был... Чтобы вот лук, который у нас продается, не имел вскожести. Чтобы вы не смогли сделать семена. Вот так сейчас сделается лук. Поэтому вот сейчас весна, оказалось бы, все... Должно выдержать все зелени, из этого лука идет. А редкие такие единички. А остальные уже не способны воспроизводить. Вот такая картина. Вот это классы. А государство – это классовое понятие, которое мы должны рассмотреть. Государство – это машина или организация господствующего класса. Потому что... Ну, господствующий класс – это меньшинство же. Меньшинство. А если даже и не меньшинство? А вдруг не будут другие классы выполнять воли этого класса? Господствующий класс создал все орудия и силы для борьбы с другими классами. И всякое государство – классовое. А если класс заходствует, то она ограничена чем-нибудь или нет? И вот законы его ограничивают? Ну, как они могут ограничить? Ну, вот вы себе представьте, какие законы ограничивают Единую Россию и Справедливую Россию? Если их большинство в Думе. Ну, подумайте сами. Какой надо закон, такой примем. Вот надо против вас лично сделать закон. Будем делать такой. Против меня тоже можем сделать закон. В чем проблема? Надо просто проголосовать. Поэтому, всякое государство, всякое государство – это диктатура господствующего класса. Всякое государство. И это относится и к рабовладельческому государству. Что такое рабовладельческое государство? Это диктатура рабовладельцев. При этом, если считать рабов за народ, то никакого отношения народ к власти это не имел. А если считать народом только рабовладельцев и свободных граждан, то это была демократия. То есть, рабовладельческая демократия появилась как диктатура меньшинства над громадным большинством. Так? Потом было справедливое общество феодальное. Самое прозрачное такое, хорошее. Вот если вы у меня крестьяне, то, как вы понимаете, крестьяне-то не должны участвовать в управлении государством. Ваше дело какое? Прийти на барщину поработать и дальше идите, занимайтесь своей семьей, своими делами. Там у вас есть участок, у вас есть земля. Что хотите, то и сажайте, как хотите, так и копайте, так хотите, так и собирайте. Я и так уже вот три дня только в амбарщину сделал, чтобы вы не умерли, если я сделаю четыре. Вот вы не должны умереть, и ваша семья не должна умереть, плодитесь, размножайтесь и, так сказать, работайте у меня. Чем больше у вас детей, тем больше у меня работников. Поэтому я вам желаю счастливой семьи. Вперед! Та-та-та! Как хорошо! И наоборот, если у меня мало, я даже начинаю приписывать. Помните эти? Мертвые души. Это же она. Потому что если я феодал, помещик, так мне никто руки не подаст, если скажут, что у меня только три вот крестьянки. Скажут, у вас три крестьянки? Нет, мы вас даже и не пустим на бал. У меня должно быть 33 крестьянки, как минимум там. А еще лучше 300 душ. Вот. Но тут все. Вот все сейчас ищут как бы честный выбор, честный строй. Самый честный строй. Вот я. Если я помещик, я дворянин. И вы ищете. Вот он был, у нас же баронесса. Вот мы с вами управляем. Эти работают у нас. Вот. А если плохо работают, то что нужно делать с ними, кто плохо работает? Уже объяснял Некрасов. Чего он объяснял? Вчерашний день, часов шестом, зашел я на стенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Все понятно. Вас никто не трогает. Мы с вами совсем в другой категории. У нас другой класс. А этот класс должен хорошо работать. А сейчас он должен радоваться, что он живет при капитализме. Его никто никого пальцем тронуть нельзя. Вот мы можем тут говорить, как это вы неплохо выучили, то все. Ну что, пальцем тронуть какого-нибудь студента? Да вы что? Смеетесь? Это недопустимо в буржуазном обществе. У нас свободное общество. Хотите, ко мне нанимайтесь. Хотите, к другому. Хотите, к третьему. Ходите, где хотите. Все равно зарплата везде маленькая, но вы свободны. А для того, чтобы вы особенно не задавались, буржуазия устраивает что? Безработицу. Как вы думаете, буржуазия не может сосчитать, сколько есть рабочих мест, сколько работников? Неужели думаете, она такая глупая или такая безграмотная, что она не в состоянии сосчитать? Нет, она считает, что вот если рабочих мест, вот сколько работников, надо сделать рабочих мест заведомо на 4% меньше. Для чего? Чтобы за вами, хоть вы и обороняется, еще было 3 человека там стояло. Если вы начнете тут со мной что-то спорить, так раз сразу, раз, и там следующий. Раз и следующий. Поэтому это обязательно нужно иметь так называемую резервную армию труда. гири на ногах у рабочего класса, чтобы вы особенно не задавались и не спорили с хозяевами средств производства. Это очень хорошо. Демократия демократии, а власть власть. А если вы будете еще и бунтовать, у нас для этого есть все средства. У нас есть дубинки резиновые, есть внутренние войска, есть Росгвардия. У нас все есть, все хорошо. Что это такое? Это элементы государства. Государство машиноносили для проведения политики и господствующего класса. А тот, кто думает, что государство – это равнодействующее разных воль, что это есть некая, так сказать, общая организация, тот просто наивный человек. Тот не знает, что такое государство. А что такое политика тогда, вопрос? Вот такой вопрос, что такое политика. Такой серьезный вопрос, что поскольку у нас осталось две минуты, я даже не могу, я могу только поставить этот вопрос, а отвечать уже не могу. Отвечу я в следующий раз для тех, кто придет. Тех, кто не придет и никогда не узнает, что такое политика. Так, вопрос есть? Нет, ну спасибо вам за внимание. Значит, я правильно понимаю, что мы с вами в последний раз будем заниматься в следующий раз? Видите, как встречи были недолгими. Ну, мы с вами, у нас будет незабываемая встреча, которая называется экзамен. Причем с каждой персональной, с каждым. Вот. А когда экзамен, вы еще пока не знаете, да? Ну, мы это утрясем. Это будет, наверное, в июне, да? У вас же сессия начнется в июне. Ну, вот, теперь в следующий раз мы с вами последний раз и дальше на экзамен. До свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok